Всем привет, друзья! С вами Ильф Горный. Это игра Slasher Gips или что-то типа такого. Я английский не знаю, поэтому, наверное, неправильно прочитываю название, так что сильно не бомбите. Игра полностью на английском языке. Это первое, что я хотел сказать. Второе. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, потому что я стараюсь и, надеюсь, вам нравится. Эта игра посвящена очень такому распространенному жанру, как рогалик. И этот жанр мне нравится. Вообще, мой канал посвящен как бы песочницам, открытому миру, выживалкам. Ну, в большей степени. Но вообще я люблю разные жанры игр. Это стратегии, экшены, стрелялки, гонки, все что угодно. Но вот рогалики для меня, знаете, как какая-то извращенная стезя. Очень мало людей любят всяческие необычные рогалики, и я их тоже люблю. И вот это видео именно для вас. Эта игра понравится исключительно немногим, прям совершенно такому узкому кругу людей. Но все-таки я хочу о ней рассказать. Это очень необычный рогалик в том плане, что вы играете за персонажа, и как бы графика здесь 3D. Вы выбираете персонажа, прокачиваете его, выбиваете всяческие предметы, Выживаете, умираете, теряете какую-то часть опыта, вещей, предметов, обратно начинаете выживать. И так с каждым разом вы становитесь сильнее, лучше, и проходите все дальше, дальше и дальше. Также здесь есть крафт, который я еще до сих пор не видел. В эту игру я поиграл на стриме, чтобы разобраться хотя бы чуть-чуть с помощью зрителей. Огромное вам спасибо как раз-таки. Приходите на стримы. И вот сегодня я вам покажу, что я понял, и эта игрушка одна из тех, которая достойна вашего внимания, особенно если вы любите подобного жанра игры. Давайте же начнем. В первую очередь вы выбираете персонажа. Что это такое? Так, здесь, смотрите, у нас очень странный момент. Женский и мужской персонаж есть, да? А еще есть 4 закрытых пока что. Ну а пока что давайте выберем, конечно же, мужика. Вид лица, вот такой вот, нормальный вид лица. И цвет, вообще совершенно любой можно выбрать, но я выберу нормальный. Есть кнопочка пермадета, или как, я не знаю, как правильно прочитывать. Ну, в общем, смерть сразу же. То есть, как вы умираете, вы не сможете восстановиться в подземелье, вы сразу умрете. Это, конечно, вот минус. Ну что ж, давайте начнем. Вот мы и появились. Здесь сразу небольшая нам помощь. Так. Здесь вот так вот. Окей. Появляемся мы в темнице сырой. И начинаем здесь именно. Выбили. Не знаю почему, но выбили именно дверь. Охранник, я так понимаю, ушел. И вот этот сундучок, очень важный сундучок, в котором будут лежать предметы в дальнейшем, которые мы в него скинем. То есть, при... Так, а это что? Это что такое вообще? А, ага. Это бинты, это... Перчатки. В общем, сюда мы будем складывать предметы на других этажах. А именно по этажам мы будем двигаться. То есть, вверх. И... Так, оп, отлично. Отлично, все. Что у нас еще присутствует? У нас есть сила, ловкость, интеллект. Параметры, которые мы будем прокачивать. И параметры, которыми мы будем играть. У нас также есть скиллы, которые... О, нифига себе, вначале мне что дали? Типа удар в спину намного сильнее, я так понимаю. Хотя здесь стелса нету. И подобраться к спине довольно-таки сложно. Просто подходишь к спине. Так вот, есть скиллы, которые даются вам от вашего левела. И, я так понял, рандомно. Есть деньги, инвентарь, конечно же. И куча-куча всяческих слотов для предметов. В том числе и волшебная палочка. Так что давайте погнали, мы немножко поиграем. Как видите, графончик такой довольно-таки необычный. Прикольненький, по крайней мере. Да, то есть, тени интересно играют, да. Но... Все движущиеся, так скажем, объекты... В определенных... В определенных моментах. Это в большей степени монстры и тому подобное. Они в 2D будут в формате. Я сейчас вам покажу. Закрылась решетка, как видите. Ух ты, а че их так много-то? Ну-ка, давай-ка. Почему я промахнулся-то 2 раза? Черт. Нифига себе, мне сразу волшебную палочку дали, что ли? Точно. Офигеть. Вот это круто. В чем же фишка? Ну, такая особенность тоже этой игры, наверное, не перед другими играми, а вообще просто. То, что здесь есть 4 удара, как бы, да. То есть, это слева, справа, сверху и снизу, как бы, да. То есть, когда вы отходите назад, он бьет. То есть, каждый удар и каждому оружию, мечу, молоту, топорам и тому подобное, у них всячески разные удары. Он по-разному махает, по-разному ударяет. И амплидута удара, она всегда разная. Это круто. Притом, есть еще и блок. Правой кнопкой у нас блок. То есть, вы можете блокировать удары врагов, тем самым, как сказать, блокируя определенное количество урона по себе и нанося урон в ответку. Вот, вот, как он? Как он? О, крит прошел, что ли, я его... Вот видите, я заблокировал и вообще, по мне, опять заблокировал, но урон немножко прошел. Отлично, отлично, очень неплохое начало. Так, ботиночки, 2 армор дают. Такие, прям сандалии такие. Ну, вроде бы, как бы. Не сандалии, а именно ботинки были. Так, у нас есть карта, по которой мы можем определяться, куда нам идти. Вот в эту комнату я не буду пока что заходить. Тут вон наверху есть маг, чародей, колдун. Так, вот на меня зомби сагрились, и вот я сейчас, короче, вот здесь с ними и подерусь. Ну, давай. Странно, да, что издалека зомби сагрились. О, есть, заметили. Давай, давай, давай. Короче, если я зайду в эту комнату, решетка закроется. Поэтому я... Поэтому я не буду заходить, а так. Нифига себе, вот это топор. Давайте-ка быстренько его, оп, переодеваем. Смотрите, зеленый. Он еще и отталкивает. Да почему я промахнулся опять? Ну, хотя у него... Стоп, у него урон вроде должен быть выше. Ненамного, ненамного. Всего лишь на 10 примерно. Штанишки. У меня такие же, по-моему, да. Окей. Ну, вот сейчас вот можно уже заходить. И давайте я воспользуюсь палочкой. Оу. Это какой-то палочкой-дробовик. Ха-ха. Забавно. Волшебная палочка-дробовик. Это забавненько. Так, но мана у меня кончилась. К сожалению, мана не восполняется. Только бутылочками. Ну, ладно, давайте доберемся до этого мага. И нагнем его как-нибудь. Блин, как к тебе добраться-то? Ага, понятно. Ну, короче, жди гостей. Штеблеты выпали. Отлично. Три армор. Это уже лучше так. Есть вот такая палочка. Она уже другая. А я что выпил? Я, похоже, выпил бутылку. Другая именно по параметрам. То есть, как бы это сказать. Во-первых, у нее магия. Другая аркана-мэйджик. Здесь же у нас айс-мэйджик. То есть ледяная. И урон тоже, видите, немножко другой. И касс. То есть, сколько тратится маны за один касс. Тоже другой. То есть, ну, вы видели, как стрелял волшебник в меня. Вот такими же лучами буду и я в них стрелять. В врагов, не знаю, или в кого-то. Или в друзей. Люблю я в друзей пострелять. Бутылочка маны. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Потому что мана восполняется только бутылками маны. Собственно говоря. Нет, конечно, может быть. Вот видите, здесь именно максимум... Максимум МП. То есть, количество маны, но не регенерация маны. То есть, как и регенерировать ману, я не знаю. Ну, другими способами, кроме как бутылочек. Так, здесь у нас еще какие-то коридоры. Давайте ускоряться немножечко. Потому что хотелось бы показать два этажа за короткий промежуток времени, так скажем. Потому что чем дальше вы проходите, тем больше возможностей появляется в игре. И это вот как раз таки... Ох, бутылочка у меня появилась. На! На! Отлично, отлично! Кстати, мана под... Мне кажется, или она... Ну, вы видели, да? Это... Ох, отлично! Level Up. Мне дали параметры. Конечно же, можно прибавить параметры. И, по-моему, скилл. Да, вот скилл. Я не знаю, что он делает, но... Ресторит 38%... Процентов... ХП, МП... Ммм... На... А, больше, типа, да? Восстанавливает. Я пока не буду прокачивать параметры, потому что... Некоторые предметы, которые у нас будут появляться, они будут требовать именно там жизни, допустим. Ой, ну, силы больше. Или ловкости, или еще что-то. Этот бой волшебников просто впечатляет, да? Так. Ну-ка, давай. Не-не-не, иди-ка сюда. Иди-ка сюда. На! На! Я не понимаю, почему я промахиваюсь. Я, кстати, забыл упомянуть о том, что у нас есть еще вот такой вот мешок в руках, видите? И им мы можем махать. В чем фишка? Я так понимаю, фишка в том, что мы можем в определенный момент оттолкнуть на шипы врагов, и они, так сказать, поранятся о них. Но, я так понимаю, не всех. Так, отлично. Уже не поднимается дроп. Почему-то, потому что разброс предметов очень отвратительный. Так. И, смотрите, видите таракашку? Мы его можем съесть и чуть-чуть пополнить себе жизни. Вот здесь вот напиток... А, пролился напиток, блин. Ну, здесь еще таракашка была, ну ладно. И не удивляйтесь, если бы я пытался выжить, так скажем, в каком-то страшном подземелье, то я бы тоже ел все подряд, поверьте. Если бы мне хотелось кушать. Да, я думаю, любой бы. Так, это кольцо. И, смотрите, кольцо вот требует Dexterity 4. Давайте. Оп. Странно, да, что кольцо требует ловкости, да? Оно добавляет, оно... Маны. Это немножко странновато. Нам дали карту, которая открывает все всяческие возможности на уровне. То есть, в данном случае только показала... Точнее, ну на этом уровне есть только вход на следующий этаж. Я показал, где он находится. А также эта карта показывает всяческие секреты, если они есть на карте. Всяческие проходы. Ловушки, если они есть, ну и тому подобное. Так, опять комната, за которой... Да, вот, закроется сейчас за мной решетка. Блин, их что-то... Опа. А вот это интересный момент. Смотрите, сейчас. Вы видели? Я бочку поджег, и она взорвалась. То есть... То есть, эта бочка взрывная была. Понятное дело, да? Что она... Вау, это опять зеленый предмет. Это уже интересно. Все эти синие... Ну, простые предметы выкидываем. А это у нас наплечники, я так понимаю. Да, посмотрите. Максимум хп и отталкивания, я так понимаю, да? Если я не ошибаюсь. Так же, тут у нас еще что-то. Палочка у меня такая уже есть. Это интересно. А вот это уже интересно. Это зеленый меч. Я его возьму. Конечно, у него урон поменьше. Но скорость побольше, да? Нет, нет. Я не буду его брать, потому что что-то как-то не хочется. Так. Ай, ты ш... Вот постоянно я выпиваю бутылки. Это что за... Давайте мы переставим бутылочки. Надо будет их переставить куда-нибудь вот сюда. Потому что я постоянно почему-то на единичку нажимаю. Не знаю, привычка, наверное, из других игр. Типа оружие. А оружие здесь поднимается немножко совсем другим путем. То есть, оно достается C или X. Вот. То есть, понимаете. Вот. Или просто Q нажимаем, и он как бы меняет оружие. И я постоянно путаюсь, короче. В этом сундуке ящики должна быть бутылка. Есть. И еда. Еда, еда. Ну, мне она уже не нужна, потому что я уже поел. Так, как... Так, отлично убрали. Вот так вот давайте. Окей. Погнали дальше. Следующий какой-нибудь туннель. Отлично. С первого... Со спины. Вы видели, что я его оттолкнул и насадил на шипы? Круто. Вот это тема. Вот это тема. Будем знать. Так. Слаймы очень противные, честно. Вся фишка в том, что вы бьете... Ну, как бы... То есть, по нему нужно именно попасть. Вот по этому шарику нужно попасть именно. Вот этой линии розчерком удара, так скажем. То есть, если вы не попадаете, то вы... Есть, отлично. Я вроде... Вроде... Ого. Ого. Я вроде отбил, да? Но как-то странно. Я не знаю, может быть, это какой-то эффект от вражеского удара был. Так вы видели? У меня белые такие. Вот это мейс. Вот это вот штуковина. Но здесь нужно, смотрите, 5 интеллекта. Урон выше, скорость поменьше, но дает баф на скорость. Интеллект, блин, 3. Я вот так вот пока прокачаю. Хочу, хочу этот мейс. Надо следующий уровень ждать. Так, бонусный экспи кончился. По-моему, да, здесь я уже был. Так, окей. Так, давайте мы вот так вот обойдем, 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 обойдем. И вот, вот. Господи. Жестоко что-то я как-то... Мне сейчас стыдно, как я поступил с зомби. Вот сзади, видите? Снэк-атак, то есть, типа, атака сзади. И урон повысился, тоже прикольненько. Но вот подкрасться, именно подкрасться, не ко всем получается. Нужно, чтобы они прям именно спиной к вам стояли. Понимаете? Так. Ммм... Стоп. Почему так? Вот так вот давайте сделаем. Окей. Есть, отлично. Так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Это уже интересно. Это уже интересно. Берем. Это у нас шлем. У меня вообще никакого нет. Он еще дает 4 силы дополнительные. От силы у нас возрастает урон. Мне бы интеллекта немножечко. Ну ладно. Вот это прикольно. То есть, враги с местностью тоже взаимодействуют. И именно, если враг какие-то взрывающиеся магии стреляет, то другие враги от этой магии тоже взрываются. Это круто. И здесь просто зомбер попал в паутину. Есть, отлично. Мы берем вот так вот и можем взять этот мейз. Вот это крутотецко. Вот это крутотецко. Фух. Он медленный, правда. Но так. О, вот этот алтарь я искал. Хотел показать. Алтарь, ну если вы будете играть. Вся фишка в нем в том, что зеленые или синие или выше какие-то предметы, когда вы скидываете в этот алтарь, он вам дает бутылочки. Ну вот, давайте. Они. О, нифига себе. Он еще и разные бутылки дает. Просто до этого мне всегда давалось только бутылочки жизни. А эта бутылочка силы. То есть она навсегда прибавляет нам силу. Это круто вообще. Так, ну-ка. Ну-ка. Нет, сейчас, сейчас. Вот так вот как-нибудь. И вот видите, просто бутылочка жизни. Очень неплохо на самом-то деле. Это очень неплохо. Так, ну-ка давайте дальше. Ком хир, май бразер. Иди сюда. Ладно, давайте-ка сейчас. С одного удара. Давай. С одного удара. Больше здесь нет никого? Окей. Всех уже нагнул тут. Так. Давайте аккуратненько вот куда-то сюда. Но здесь, я так понимаю, выход так. Хм. По центру, по центру видно, что есть... Вот на карте посмотрите. По центру видно, что есть какой-то проход, да? В который я не ходил. Я сюда свернул, а вот сюда вот не ходил. Сохранение. Если вы сейчас сохранитесь, допустим, ну я сохранюсь. И выйдете из игры, и вы начнёте с этого момента. Вот в этом вся и суть. Так что, имейте в виду это. Ну или игра вылетит случайно. Так, ну-ка. Мои бразы, иди сюда. Опаньки. Вот это мне нравится. Вот это урон. Давай-давай. Давай-давай. Давай. Ещё и со спины. Господи, это было слишком жёстко. Так, ну всё. Я уже зачистил первый этаж полностью. Давайте поедим. Здесь больше ничего нет, к сожалению. Но довольно-таки неплохо. Я уже залутался. Есть зелёные предметы. Притом, довольно-таки редко кольца. Кольца и амулеты, они падают, ну, часто. Но вот именно с параметрами очень редко. Потому что они, как правило, падают просто бесполезно. Так, всё. Давайте на следующий этаж. Мне хочется некоторые вещи показать. Вот на следующем этаже я встречал магазин. И как раз-таки предмет, благодаря которому вы можете сохранить некоторые предметы. Так. Угу, понятно. Всё, они сами бегут. Давайте. Да, да. Беги. О, как он бежит ко мне. Так. Давайте. Всё. Увидели. О, во, 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 во. На. На. Вся фишка в том, кстати, и это не нужно забывать. О, что враги с каждым... С каждым уровнем, то есть с каждым этажом новым, они становятся сильнее, ребят. То есть вы видели, раньше я зомби убивал с одного удара, а сейчас, ну вы видели, я там просто крошил, крошил, и всё равно этого не хватало. Так, там маг, волшебник, колдун, чародей. Это не проблема на самом деле. Просто единственное, до него нужно дойти. Мы сейчас до него дойдём, и он узнает, что такое боль. Хоп, увернулись. Опа, увернулись. Ну сдохни, господи. Так. Палочка-то волшебная. Намного... О, нифига себе! Амулет. Ещё с каким-то скиллом. Пиромансер. То есть я могу поджигать типа врагов или что. Я не знаю, что это за скилл, но факт остаётся фактом. Похоже, что-то типа такого. И волшебную палочку он мне дал новую. Вот, видите, урон больше. То есть в разы больше. Нет, не в разы. Вот, в разы больше. На 10 прям больше. Круто. Но маны используется то же количество, видите? Так, дальше, 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 давайте, дальше. Давайте всё зачистим. Потому что здесь могут быть какие-то бутылочки, деньги. А может быть даже и предметы. Насчёт предметов я не уверен, конечно. Так, вот этот вот. Здесь у нас точно бутылочка и куча всякой еды. Если вот сейчас вот... Отлично, пропали осколки. Так. Вот посох. Этот посох я не могу забрать. И этот посох как бы вражеский. Ну, понятное дело. Он даёт бафы. То есть, когда... Если бы я сейчас здесь дрался, прямо в этой комнате, то он бы такой, типа, держал этот посох, и он бы как бы горел пламенем страшным. Ой, промахнулся. Нифига! Ну, вы поняли. Просто... Просто ядовитый... Ядовитый слайм. Давай-давай-давай. Ух ты! Ну, вы поняли. Чё за скелеты? Единственное, как нужно быть аккуратней. И всё будет в порядке. Давай-давай, ещё скелет. Давай-давай-давай. Давай! Можно, конечно, пытаться... Магией их сбить, но... Давай-давай! Блин! Ну, давай-давай-давай-давай. Так, побыстрее будет. Там. Нет. Надо именно, чтобы они не попадали тогда. Вот так вот, короче. Потому что по-другому что-то у меня не получалось. О, осколок! Нифига ещё, какой осколок! Это гем. И вот как его вставлять в предметы? Ну, как правило, гемы же вставляют в предметы или что-то в этом роде, да? Здесь же я не знаю. Вот если взять, там, допустим, он не... Как-то, ну, не вставляется. То есть нужен какой-то станок или что-то в этом роде, предмет какой-то, который бы дал эту возможность, да? То есть, скорее всего, здесь есть, не знаю, торговец или какой-нибудь реально станок, который... О, а жизни-то у меня нету. Жизни-то у меня вообще нету. Окей. Чё-то я сейчас... Перчатки дают больше брони. Это хорошо. Чё-то я сейчас немножко струхнул. Так. Но, кстати, по поводу сохранения. Если вы сохранились, это не значит, что вы, когда умрёте, вы начнёте с того же места. Нет-нет-нет, ребят. Вы начнёте с самого начала. Сохранение работает именно на тот момент, если вы вылетели из игры, да? Или вышли. То есть, именно только так. Это имейте в виду. Вот, кстати, и мусорка. И я, наверное, так и поступлю. Я сейчас не буду искать какие-то другие предметы или ещё что-нибудь. И на этом будем заканчивать. Вот эта мусорка, в которую вы можете скинуть как раз-таки разные предметы. Вот так вот, хоп, просто, вот, и они пропадают. Вся фишка в том, что, когда вы начнёте заново, а мы сейчас это с вами попробуем, давайте вот это вот всё повыкидываем. Таким образом, короче, я буду прокачиваться. Таким образом я буду прокачиваться. То есть, мне нужно сейчас это всё снять. Снять, 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 снять. Так, так. Мы сейчас это всё быстренько проверим, работает ли это, так скажем, наглядно. Так, и теперь сюда просто. Оп, 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 оп. И это всё сваливается, типа, ну, понимаете, как во многих домах есть мусорные такие трубы. Так, всё, и побежали. Кстати, параметр, параметр. Давайте прокачаем что-нибудь. Давайте силу прокачаем. Оп. И где-нибудь сейчас красиво умрём. Давай, давай. Давай, ещё удар. Всё, готово. Труп у нас получился. Загружаемся на первом этаже. И опять же, в этой тюрьме. Смотрим. На наш сундучок, видите, пишется, что 20% жизни, атрибутов, level and skill'ов, items и тому подобное. Вот, не знаю, items'ы отняли, если бы они у меня были с собой, типа, или что? Открываем. И, как видите, гемы, дополнительные предметы. Кстати, ещё дополнительные предметы. Не просто всё выпадает, то есть... Точнее... А, я не могу. Ой. Это что? Посох с бананами. Так, перчатки. Так, это я не могу взять, потому что у меня декстрити не хватает. Офигеть. Декстрити не хватает. Ну вот, все-все предметы, собственно говоря, на месте. И интеллекта не хватает. Блин. Блин. Обидно-то как. Так, но ничего страшного. Ничего страшного. Вот это можно выкидывать. Вот так вот. Палочка. У меня оружие. Ладно, другое зато есть. И всё. И мы продолжаем драться. Ну, заново как бы, да? То есть, начиная с первого уровня, но мы уже сильнее. То есть, видите, у меня и level 3, да? То есть, начнёт качаться 4 параметры. Некоторые остались, да? Денежки немножко остались. Скиллы некоторые остались, да? Так, то есть, довольно-таки... О, это я могу здесь? Могу, о. И с каждым разом мы становимся всё сильнее, и нам всё легче и легче проходить каждый этаж. На этом я буду заканчивать. Спасибо за просмотр. Игрушка очень прикольная. Я, конечно, понимаю, что продолжения этого видео не будет, потому что, ну, просмотров и лайков под этим видео будет очень мало. Ну, всё в ваших руках. Удачи и пока.